В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения. По сообщению штаба операции объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Крымская, Лебединская и Гнутова. Подробнее о ситуации на фронте расскажет Геннадий Вивденко. Перемиря на бумаге, может с утра, может ночью начинать, могут днем просто так. Как бы выстрелить. Ежесуточные вражеские обстрелы уже не в счет. На этой неделе противник стал часто использовать трассирующие, зажигательные пули. На днях Илья и его побратимы занимались несвойственным для них делом. Работали пожарными. Тушили поле вдалеке от своих траншей. Сначала вылили воду из своей водовозки, потом использовали все, что могли найти. Ветки, лопаты, подручными средствами. Ветку сломал какую-то, по пламе убить, потушить. У нас выбора не было. Поле горит рядом с нашими позициями. Плюс мирные жители тоже пострадали бы из-за пламени. Тоже жалко, дома их не строили. Это помогло только частично. Двор одного из домов все же заметно обгорел. Характерно, что жилой район находится очень далеко от украинских позиций. А сами солдаты строго придерживаются режима тишины. В российских нацистах началась агония. А это связано, по-перше, с тем, что уничтожено их ватажка Захарченко. А теперь полностью уничтожаются все диверсионно-розведывательные группы, которые приходят на нашу территорию. И они от этой агонии начинают обстреливать уже мирное население. Такие пожары на окраине города серьезно беспокоят горожан и местную администрацию. Погода стоит жарко. И это на руку боевикам. На этой неделе у нас сгорело два дома от обстрела. Улица Западная, дом 8, и рядышком возле него это район коттеджей. То есть дома. Один дом сгорел полностью, ну а второй частично обгорел. Поэтому какой можно вывод сделать? Вывод можно сделать один. О том, что противник активизировал свои действия по отношению и к городу, и в целом. В самом же городе праздник на центральной площади. Отмечают 75 лет со дня освобождения Донбасса от фашистской оккупации. Все как должно. Возложение лавровых венков к монументу, выступление первых лиц. Украинские военные выгнали боевую технику на радость детворе. Передовая от этой площади находится буквально в двух километрах. Однако празднику это не может помешать. Он имеет определенный символизм. Он объясняет, что если когда-то захватчики были изгнаны из Донбасса, то и сейчас это должно произойти. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.